Одесский мэр Геннадий Труханов будет занимать свою должность еще минимум неделю. Сегодня Соломинский суд столицы начал рассмотрение ходатайства прокурора в об отстранении его от обязанностей. Но по техническим причинам заседание пришлось перенести. С подробностями Александра Васильченко. С самого утра полицейские нацгвардейцы стягивают свои силы к Соломинскому райсуду столицы. Здесь перекрыли улицы и через каждые 30 метров поставили кордоны. Правоохранители несколько сотен. Впрочем, в этот раз возле суда спокойно. Противников Труханова не больше 30 человек. Чтобы избежать провокаций, всех обыскали. Но к самому зданию митингующих так и не подпустили. Труханов и его банка должны уйти. В зале заседания многолюдно. Слушания начались вовремя. Обвинение заявило, Труханов, используя должность мэра, может повлиять на подозреваемых и свидетелей в уголовном производстве, а также уничтожить документальные доказательства. Почему я зазначаю про то, что Геннадий Труханов и ставится клопотание противостояния его предпосаду, потому что самовчинение не могло, что в використании владных ему полноважений, выключенных полноважений, как высшей посадовой особой территориальной громады, есть представление противостояния. Потому что самовин был инициатором стыкновения и включение до порядка демократия на данный год накупил. В свою очередь защита отметила, что те риски, о которых заявил прокурор, ограничены мерой пресечения. Труханову запрещено общаться со свидетелями и подозреваемыми по делу. Геннадий Труханов, как никто, заосякавлен в том, что суд, вернее, орган досудороследования, дал належную оценку тем подъем, которые пробивались в летний год 2016 года. Геннадий Труханов 3 жопа 2017 года в распоряжении суду и это протокол допыта, и протяжении 12 часов, приблизительно 72 вопроса, дал детальное пояснение с приводу предпочтения данного объекта, самого Одесского района. Сам подозреваемый уверен, что сейчас нет оснований отстранять его от должности. Сегодня нечего противопоставить моей работе как Одесскому городскому уголову. Нет сегодня претензий по хозяйственной деятельности, нет сегодня претензий, не высказывается претензий по другим моим действиям, как Одесского городского уголовного. Создаются мнимые проблемы, фальсифицируются материалы и вот таким образом раскачивается, извините за такое слово, ситуация в Одессе. Впрочем, рассмотреть ходатайство о снятии Труханова с должности одесского мэра так и не получилось. После трехчасового слушания не выдержала аппаратура и заседание решили перенести на 27 февраля. Уже выходя из здания, на подозреваемого и его адвокатов попытались наброситься активисты, но их оттеснили правоохранители. Александр Васильченко, Геннадий Вивденко, Алексей Шматов, Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер.